Девушки отдыхают Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 15 февраля 2017 года среда, по одному из старинных 26 день месяца Юг и Стужа, 7525 лета шестица. Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Колесо баланса жизни женщины». И автор-исказительница у нас сегодня, две милые барышни, которых вы можете увидеть по нашему видеоканалу, по нашей трансляции видео, Юлия Ковалева, здравия тебе, и Анна Акчурина, здравия и тебе. Поздоровайтесь с нашими радиослушателями и зрителями нашего YouTube-канала. Всем добрый вечер слушателям и тем, кто нас видит. Всем здравствуйте! Замечательно! И теперь давайте уже будем разбираться, что же это такая за тема, как она родилась. И, наверное, вот по пунктам темы «Колесо баланса жизни женщины». Ну что такое женщина? Наверное, нашим радиослушателям и зрителям висеть не надо. Да, понятно, что такое жизнь женщины. Тут уже могут быть некие нюансы. А вот что такое «Колесо баланса»? Вот тут, наверное, уже надо очень и очень подробно рассказать. Итак, кто из вас возьмёт первенство вначале, предоставляю вам микрофон. Пожалуйста. Спасибо, Алексей. Мы, наверное, сейчас немножко напомним нашим и слушателям, и зрителям, кто мы такие есть, почему вообще мы за эту тему взялись, уже расскажем чуть-чуть позже. Согласен. Давай, с этого начнём. Я Юлия Ковалёва, я психолог. И сейчас моя основная деятельность связана с естественной красотой, с естественным здоровьем. Я уже достаточно длительное время, на душе 8 лет, провожу всевозможные тренинги онлайн, живые тренинги, посвящённые восстановлению для кого-то своё здоровье, естественной красоты. Кому-то помогаю поддерживать себя в форме именно естественными способами, без применения каких-то, как всевозможных, симпатических, страшных средств и препаратов, которые сегодня предлагается в современной индустрии, так называемой красоты. Вот я вот сейчас этим занимаюсь. И вот Анна. Меня зовут Анна Акчурина, я психолог, гештальтерапевт, работаю, провожу индивидуальные консультации, обучающие программы, психологические тренинги для пар семей, и в том числе большое количество моей работы. В практике я более 10 лет, как водит и связана с женщинами. Поэтому эта тема, так как мы в прошлый раз вещали про красоту женщины, про её здоровье, и вспомнили о том, что есть очень интересная методика, которую часто используют и в группах, в тренингах, в том числе и на индивидуальных, некоторые психологи используют, которая очень информативна, диагностична, и в том числе с помощью которой можно работать над собой. Особенно если вы делаете первые шаги в саморазвитии и вообще в анализе того, как ваш жизнь складывается. Ну и почему, наверное, вообще эту тему избрали? Ну прежде всего, потому что, я думаю, она интересна нам, как женщинам. И, между прочим, то, что мы сегодня будем рассказывать, будет, я думаю, полезно для мужчин, потому что методика, на самом деле, она актуальна, и с ней можно работать и мужчинам, и женщинам. Ну а баланс, колесо баланса, называется методикой, вообще само метил гармонии, я думаю, это то, к чему стремится любой человек, и прежде всего внутренне, и, конечно же, внешне. Ну а женщина, ну моё такое убеждение внутреннее, что женщина – это прежде всего носитель гармонии, носитель баланса, и того, чтобы этот баланс, эту гармонию создавать вокруг себя, в своей семье, в окружении своих друзей и близких, прежде всего нужно эту гармонию, этот баланс настроить внутренне. И вот как это можно сделать? Я думаю, сегодня для многих тоже будет ответ на очень с помощью этой методики. Да, и про передачу эфира. Хотим, что будет возможность людям непосредственно сделать, если те люди, которые находятся дома, они смогут взять листочку, ручку, у нас будет несколько практических вопросов, которые люди, прямо слушая нас, смогут сделать и уже походу провести некий анализ своей жизни. Мы сейчас немножко расскажем вообще о том, что это за методика, откуда она берет свое начало, и вот кто хочет сейчас участвовать в таком практическом процессе, мы предлагаем подготовить листок бумаги, любой совершенно, там, ручку, канадашку, мастера, что бы то ни было, чтобы мы с вами могли сейчас какую-то диагностику даже проводить, чтобы вы могли для себя получать ответы и ставить, может быть, вопрос. Юля, уточнение, листочек надо подготовить всем, и мальчикам, и девочкам, или выборочно только для женщин? Можно всем. Хорошо, ребята, давайте присоединяйтесь к девчонкам. Продолжайте. Да, вообще вот такое название традиционное «колесо жизни» или «колесо жизненного баланса», автор этой методики – Пол Майер, но эта методика, наверное, уже такой какой-то народный характер обрела, потому что ее сегодня используют в различных тренингах, не только психологи, бизнесмены, и по-разному с этой методикой можно работать. Она, наверное, хороша тем, что она не имеет какого-то такого только универсального шаблонного подхода, она очень, может быть, индивидуально преподнесена, и с ней можно работать, как-то опираясь на свои ощущения, на свою жизненную ситуацию конкретную, данную. Да, ее можно перестраивать и встраивать свою жизнь, и использовать, как мы сказали, и как диагностический момент про свою жизнь, в том числе как момент, куда хочется развиваться и найти наиболее важные темы, вектора развития своих, которые проседают, возможно, темы или требуют восстановления. Но также это может быть инструментом, и в том числе для людей, которые любят использовать цели полагания, тайм-менеджмент, об этом тоже расскажем. Вообще для меня колесо баланса — это такая возможность взглянуть на себя немножечко со стороны, возможность ответить на такие вопросы, из чего состоит моя жизнь в данный момент времени, и что для меня конкретно важно именно сейчас, какие сферы, может быть, так немножко проседают, на что бы мне хотелось обратить внимание, но мне кажется, что, допустим, нет на это времени. И вот благодаря совершенно простым методам можно в течение, наверное, суток уже сделать какие-то первые шаги и увидеть уже первые результаты, как с этим. Даже самые первые результаты изменения происходят, можно даже сказать, в момент осознания, когда люди честно посмотрят то, как устроена их жизнь, из чего она состоит, чем наполнена. И для некоторых людей это бывает очень важным и самым главным шагом к тому, чтобы внести уже те изменения дальнейшие, которые происходят в их жизни. Ну вот, собственно, план наш сегодня — это рассказать, как работать с этой методикой, и мы с Аней ещё так подробнее остановимся на двух таких, наверное, самых актуальных, на наш взгляд, сферах для женщины, в которой как раз-таки у женщин очень большой интерес присутствует. Но как раз-таки в этих сферах не всегда удаётся создать тот самый баланс, ту самую гармонию. Я как специалист в области естественной красоты и здоровья я буду рассказывать о том, как совершенно просто без каких-то таких сверхусилий внести вот эту вот сферу, сделать её гармоничной, сферу здоровья и сферы красоты. Но Аня будет рассказывать то, что ей ближе сейчас, как к психологу. То есть у вас там все роли уже поделены, всё уже заготовлено. Понятно. Хорошо. Уже затряговали всех. И будем ещё немножечко сопровождать, дополнять наиболее частые ошибки в использовании данной методики, которые основаны на опыте в своей применении жизни и в работе с людьми, чтобы, возможно, люди уже могли их не совершать и уже более эффективно использовать данную методику. Ну, наверное, приступаем к самой практике, да, чтобы уже можно было понятно. Берём листочек бумажки, ну, это у нас заготовлен, собственно, альбомный лист, и ручку, либо фломастер, что мы делаем, расскажи. И сейчас, когда вы взяли листочек бумаги, он может быть А4, может быть любой, который у вас сейчас под рукой, и вы чертите круг в центре листа. Вот приблизительно вот так видно, вот такой круг. И в центре ставите точку. Вот здесь в центре будет точечка. И теперь вы вносите на данное колесо те сферы, которые реально у вас в жизни есть. Давай покажем просто, как это может выглядеть. То есть мы на какое-то количество секторов делим колёсико, да, то есть вот от точки прорисовываем к краям какое-то количество секторов, которые вот вам сейчас просто придёт в данный момент времени. И здесь вы вписываете, собственно, что это такое. Это может быть какие-то действительно сферы. Например, если женщина, да, если она много времени проводит в семье, то, возможно, это будет реализация женщины как мамы, если есть детки. Допустим, реализация себя как жены. Если есть какие-то хобби, например, там женщина-мастерица, какая-нибудь замечательная бушевая, да, можно вписать сюда хобби. Можно таким образом пойти и расписывать. Можно просто вспомнить свой день, свой месяц жизни и, в принципе, напомнить этот год своей жизни. Но можно взять просто короткий отрезок времени, достаточно месяца. И вспомнить, чем наполнен ваш день, месяц жизни, как и какими сферами. То есть есть ли эта семья, значит, эта семья. Есть работа, значит, пишите работа. Есть хобби, значит, вносите хобби. Если этого нет, вносите то, что реально есть. Сейчас мы показываем первый такой момент, как диагностически для себя смотреть и проявлять то, что в вашей жизни есть. Вот. И, в принципе, это занимает достаточно одной-две минуты. И в дальнейший момент важно посчитать, какое количество сфер у вас получилось. Сколько? Ещё в этой методике есть такое название «Пирог жизни». Потому что, если действительно посмотреть сверху, то будет напоминать ещё, кроме колеса, это такой пирог, кусочки жизни. Вот. И я сейчас здесь напишу. Ну, вы напишите «Работа», «Семья», например, «Друзья», «Отдых», например, если не для кого-то это тоже. Да. Единственное важное, и это одна из первых ошибок, которые люди стремятся сделать, когда берутся делать первый раз это колесо, они открывают либо интернет, либо любой другой гаджет, либо спрашивают у психологов, или на группе, если это они делают, а какие сферы должны быть, что нужно внести. Вот моя рекомендация не делать этого, и действительно, пусть будет честно, но то, что есть сейчас. Потому что так вы можете, на самом деле, уйти в чьи-то желания, в чьи-то мечты, в чьи-то цели, в чьи-то сферы, но они, на самом деле, для вас никакой роли не сыграют, и если вы их наполните в своей жизни, они не принесут радости. Итак, вы посчитали, какое количество сфер у вас получилось. И это можно, допустим, в чате потом отображать. И здесь такой важный момент. Если у вас получилось от одной до трёх сфер, то это достаточно сложный момент в жизни, потому что, во-первых, это очень мало. Это не будет точно гармоничного развития в жизни, и это точно в жизни будет наполнено. И здесь есть такой важный момент, как опасность, потому что если есть только три сферы или две сферы, то жизнь у нас привносит свои события, и она спонтанная, и её невозможно проконтролировать. Допустим, с одной из сфер что-то случается. Как, например, пришёл какой-то очередной кризис, и многие люди потеряли работу. И у тех людей, у которых было две сферы – семья и работа, чаще всего это семья-работа, либо семья-работа-дом, что пишут женщины. Либо дети ещё очень много. Да, либо некоторые женщины пишут муж-дети. Как правило, это женщина, которая уже находится в ситуации кризиса, неудовлетворённости в жизни, и даже, скорее всего, она будет уже проживать депрессивные состояния. Можно уточнить сразу? Значит, то, что женщины чаще всего пишут, понятно. Первый вопрос. А что иногда пишут мужчины в таких случаях? Мужчины пишут работа, друзья, дом. Ну, то есть, то же самое, только чуть-чуть там с коррективами. Получается, другим словом, чем меньше вот этих вот надписей, тем более заужена жизнь, и тем больше человек закручен в каких-то проблемах, и это означает, что, скорее всего, он на стадии какого-то срыва. Правильно? Да, как правило, это уже говорит о некой зацикленности на каких-то проблемах и сложности в том, что невозможно из них выйти. И вот тут как раз нужна ваша помощь. Всё, прошу прощения, что перебил, продолжай. Нет, спасибо. Значит, и вот этот момент про опасность сейчас скажу. Если одна сфера рушится, то за счёт того, что этих сфер мало, тогда человеку очень тяжело восстанавливаться. И, как правильно вы сказали, действительно в этих случаях люди обращаются уже к психологам. Вот такая закономерность есть по опыту работы, что когда у человека одна сфера лифе, как правило, чаще всего они оказываются уже у психотерапевтов либо у врачей, психиатров, либо у клинических психологов, ну и ещё в больнице, как правило. Вот от трёх до пяти сфер люди могут обращаться и ищут, как правило, психолога. Это тоже немножко, Аня, добавляет, что в лучшем случае обращается к психологу, а специалисту, потому что когда настолько заужена жизнь, если что-то рушится, то очень часто приходит зависимость, в больной зависимости, все, что слышно с нас. Как правило, людей уже бьёт тревога семья, и звонки идут не от самого человека, а обращения идут от его семьи, чтобы они помогли ему как-то справиться, начинают пугаться. Это, наверное, тревожный аспект, если он есть в колесе. Остальные аспекты у нас будут более жизнерадостные и, наверное, вызывать улыбку. Но если они есть, этому скорее не пугаться, просто понять, что вам вам очень-очень важно носить сферы, возможно, послушать вас, если вы сможете себе это прислушаться и понять, что у меня эти сферы, которые уже хочется, но точно-очень важно начать работать с отцом, вы находитесь в бизнес-визисном ситуации. Вот, если у вас получилось 5-8, то это правило, как нормальная жизнь, хорошая, тёплая жизнь у человека, у которого есть сфер. 5-8, это правило здесь есть сфер, и мужчин и женщин здесь будут носить. Это сфера семьи, это сфера переселения отношения, это сфера друзей, это сфера родственного партнета, это дом, если есть дети, то есть у нас уже суток дети, могут быть вицепиши, 6-5, и вот 5-8 являются увлечениями. Как правило, да, 2-2, 3-4, и у меня никаких увлечений нет эффекта. А вот 5-5-8, правда, это уже 8-8, чем-либо, да, это не полно. От 2-7 и выше, это очень хорошая история. И это напомненность, если говорить, напомненность жизни. Если больше 12, но даже, особенно, если это уже больше 24, я вам не хочу, как я покажу, то есть очень сильно, такой просто изрезанный на мелких условиях игрок, если на сроке, да, когда уже невозможно находить место подписывать, это тоже, это говорит о том, что важно забыться с вашей стороны звук пропадает, то есть видно, что открывает рыба рот, но не слышно, что поет, как прямо в сказке, поэтому, может быть, надо как-то или усилить микрофон громкость, или чуть подвинуться, надо что-то нам придумать. Да, сейчас попробуем. Сейчас попробуем. Ну вот мы сейчас максимально сделали здесь, так лучше. Ну вот сейчас лучше, да, что будет дальше, посмотрим. Хорошо, пока отключаюсь, продолжайте. На какой фразе было хорошо слышно? Как-то оно стало прерываться, прерываться, и вот потом пошло только, я смотрю в камеру, уже моё визуальное переключение было, движение руками, пошло это, сурдоперевод начался. Немножко представить, что как бы три сферы меньше, это такой момент, когда нужно уже серьёзное очень внимание обратить на свою жизнь, и нужно что-то действительно делать, привносить какие-то другие вещи, кроме тех актуальных для человека сфер, от пяти до восьми, это, ну, хорошая ситуация, до где-то ещё, наверное, двенадцати, да, это, ну, замечательно, что такая наполненная жизнь, а вот уже больше двенадцати. Двенадцать-пятнадцать ещё это нормально, но вот если уже превышает двадцать четыре, да, то есть пирог, вот это колесо, оно всё изрезано, то это тоже говорит о том, что человек, возможно, и, скорее всего, живёт не своими целями, не своими желаниями, очень много вкладывает для того, чтобы кому-то понравиться, чтобы быть хорошим, вот, либо, ну, там, пытается успеть всё. То есть обратная сторона медали. Мало – плохо, слишком много избыток – тоже плохо. Как я говорил, там, красный приходит – грабит, белый приходит – тоже грабит, да, из этой же серии. Ладно, продолжаем. Якорец зацеплён. Это самое отсутствие баланса, собственно, если это у нас баланса устраивается. Да, и теперь следующий шаг, который важно сделать в колесе. Вот у вас получилось какое-то количество сфер. Так? Значит, вот получились разные сферы. В центре вы пишете ноль цифру, то есть вот здесь центр – это будет начало ноль, а на окружности это будет цифра десять. И теперь каждую из сфер, которую вы отметили, вы отмечаете, насколько она у вас от нуля до десяти по шкале наполнена. То есть если вы считаете, что сфера работы, то, как она у вас наполнена, там, устраивает заработок, устраивает график работы, например, месторасположение, ну, вот просто прям шкалу для себя такую, эмоционально, субъективно, она у каждого будет своя. И это на самом деле не имеет значения. То есть ты тоже можем добавить, наверное, не по количеству времени, чтобы люди оценивали, сколько они в это вкладывают, а именно по такой эмоциональной удовлетворенности, насколько хватает себя вот в этой сфере. Насколько довольна этой сферой, насколько она вас устраивает. Например, там, на семь. Вот. И вы ставите точечку. На следующей также сферу оцениваете. И у вас какие-то сферы. И вот оно на самом деле, колесо вот здесь и появится. И колесо ли. Да, и вы вот так заштриховываете. И смотрите, какая фигура у вас получилась. Похожа ли она на колесо. Вот видно, да? Я вот чуть поближе к камере поднесу, чтобы, ну, я думаю, так, в принципе, все понятно здесь. Все просто-просто-просто, как рисунок детей. Да. Это первый момент, когда вы по шкале. Второй момент, как вы можете сделать, это нарисовать, перевернуть листок или взять другой и нарисовать уже круг и наполнить его, написать те сферы, которые бы вы хотели. и сравнить первый листок и второй. И какие чувства, эмоции будет вызывать первый рисунок и второй. Это вот именно как диагностичный инструмент, как его можно использовать и можно раз в год, например, себя так диагностировать, смотреть, насколько вы пришли к тому, что хотели, насколько это наполняет и вызывает радость, например. И здесь тоже можно пойти как именно в сферы, например, то, что Аня озвучила, допустим, карьера, если это мужчины, может быть, и женщины, самореализация, хобби, дом, семья, дети, отношения. А можно пойти в какие-то такие, ну, назовем это роли, которые мы выполняем, функции, которые мы несем в жизни, например, для женщины, хозяйка, мать, я не знаю, руководитель, допустим, какое-нибудь там общественное объединение или бизнес, ну, в общем, тоже, да, вот как она себя реализует, через какие качества можно таким образом прописывать. Вот, значит, и следующий момент, когда вы отметили, какие у вас получились вот такая фигура, вот к этому листочку, сейчас вернемся, да, в принципе, визуально на самом деле вы уже увидите, какая сфера хочет, чтобы над ней работали. Да, и очень интересный момент, как правило, стремиться люди будут делать что? Увеличить, быстро-быстро постараться так, чтобы сфера, например, семья, нет семьи, надо срочно тогда сделать, чтобы она появилась. Как бы стремление психологически сначала у всех будет стараться к десятке, что цель как будто надо привести каждую сферу к десятке. Но это далеко не так. Потому что, и то, что мы вначале сказали, там, колесо баланса, про гармонию, что пусть у вас будет маленькое колесо, да, но в каждой сфере проявленное. Вот оно может быть маленькое, но кругленькое, которое катится. Человек с таким колесом, вот внутренним, получается, сфер жизни, он более гармоничен, чем человек, у которого будет вот такое колесо. Да, по насыщению жизни и того, как человек себя реализует, вот такой человек скорее может себя больше реализовать. Но по внутреннему ощущению и то, как качество жизни ощущается, насколько удовлетворён человек, вот этому человеку спокойнее в жизни живётся, чем человеку вот с такими пиками. И как раз-таки здесь, ну, наверное, уже можно говорить о том, как колесо использовать как направление в развитии. Да? Вы, например, можете, вот особенно для людей, которые любят целеполагания, которые ведут много блокнотиков, которые записывают там списки дел, цели на пять лет, десять лет. Колесо очень интересно в этом можно использовать, когда вы берёте такой разворот блокнота, не знаю, вот, там вот листочек, да, вот такой разворот, так, здесь у нас будет колесо, и можете взять восемь сфер. Это раз в месяц делается. И вы выделяете те вот из того рисунка, которые у вас получатся, наименее проявленные сферы. Их можно взять четыре. Если для кого-то это тяжело, сразу по четырём пункту, можно взять одно, два, три. И написать шаги, прямо написать четыре направления, в котором я буду работать в этом месяце. И первое направление, например, работа. И что вы в сфере работы для себя хотите, чтобы у вас поменялось? Какие шаги вы в течение месяца можете сделать? Лучше намечать не больше трёх шагов. Если вы взяли четыре сферы, над которыми будете работать в течение месяца, то брать не больше трёх шагов, потому что, если вы умножите, то уже достаточно большое количество движений, которые нужно будет сделать. И в дальнейшем вы уже, через, проходит месяц, вы делаете эти шаги, какие-то окажутся сделанными, какие-то окажутся не сделанные. И вы анализируете. Вновь вот такой разворот будет. А здесь вы пишете, что получилось. То есть, что я сделала, что произошло. Что не получилось. И почему. Ещё один вопрос. Хорошо задавать, что хорошего вообще в течение месяца было самое воспоминание для того, чтобы поддержать вообще впечатление от прошлого месяца. И таким образом, если это проделать в течение полугода, то на самом деле у вас сферы жизни станут проявляться, они станут наполняться. И вы увидите, из-за чего вы их избегаете наполнения. Допустим, вы столкнётесь, что почему этот пункт там шаг не сделали. Потому что испугали, стало страшно или стало стыдно. Или, например, кто-то вас стал отговаривать. То есть данная методика ещё позволяет проанализировать, что вам мешает жить той жизнью, которую вы хотите. Но для того, чтобы это сделать, действительно, где-то месяца три хотя бы нужно за собой понаблюдать. Есть люди, которые используют просто колесо баланса не ежемесячно, а раз в год, когда вносят. И достаточно бывает этого, когда вы вносите и видите, вот у вас там 3-5 сфер, а вы нарисовали колесо, в котором у вас появились 10 сфер. И прямо на самом колесе вы можете вот такой стрелочкой написать эти три шага в каждой сфере. То есть сейчас так структурирую, да, ещё. То есть можно использовать колесо как ежемесячное планирование и выбирать 3-4 сферы по 3 шага делая. А можно один раз сделав вот такое на полгода, на год и в каждой сфере найти эти 3 шага, которые вам вы хотите сделать или боитесь, но эти шаги приведут к увеличению данной сферы. Вот. И вы их наполняете. Ну вот, если взять как уже как инструмент в развитии используется. Ещё третий, наверное, способ использования колеса, это когда вы идёте не от того, какая сфера наименее проявлена, а вы смотрите на свои сферы и думаете про то, спрашиваете у себя, в какой сфере, если я сделаю изменений больше всего, эта сфера проявит и улучшит вообще все сферы. Ну, например, у кого-то там, допустим, кто-то, женщина хочет нет работы, да, создать семью и смотреть, что у неё, допустим, сфера там красота, здоровье тоже не очень сильно проявлена, она не очень много времени уделяет и вообще, может быть, не знает, как ухаживать за собой, естественно, натурально. И если сделать, например, шаг, какие-то определенные шаги, несколько шагов к своему здоровью, улучшить своё здоровье, улучшить своё внутреннее ощущение и внешнее состояние, то, возможно, будет проще познакомиться с мужчиной, будет проще устроиться на ту работу, которая хочется. Ну, как пример, чтобы было понятно, можно через несколько шагов в одной сфере раскрыть, развить ещё и последующие, которые тоже хочется, в которых хочется сделать какие-то шаги вообще, чтобы они появились. Ну вот, наверное, то, что касается такой работы, как с этим колесом работать, дальше мы будем переходить уже так более подробно по таким более узким сферам, рассказывает Алексей. Если есть какие-то вопросы, может быть, вот именно по этой части, то можем сейчас ответить, а потом уже двинемся в такую более, нюансную работу. Что ж, хорошо, вопросы поступили, скрывать того не буду. Напомню, что вопросы поступают к нам в эфир из чата Народного славянского радио. Для того, чтобы задать вопрос, вам необходимо в любом поисковике набрать Народное славянское радио, дальше вы подаете на сайт славомир.орг пока, новый ещё пока находится в доработке, он уже живёт, но пока мы ещё его не выкладываем. Так вот, пока на старый час доходите, ищите слово, пока на старый сайт заходите, ищите слово «Чат». Дальше несложная регистрация, логин, пароль, простой e-mail, куда будут приходить письма, уведомления, что да, регистрация состоялась. И можете уже входить в чат на постоянной основе и задавать вопросы. Итак, вот как раз Владимир Зватищ в нашем чате написал следующее. Готовы? Тогда слушайте. Внимательно слушайте. У нас трое детей. Двое из них – карапузы. Скажу за супругу. Отдыха у супруги нет. Друзей фактически нет. Общение только через СМС. Творчество – нет. Духовного роста – нет. Карьеры у супруги – нет. Работы тоже нет. Финансы супруга берёт из тумбочки, которую я периодически пополняю. Здоровье подорвано и восстанавливается медленно. Семья есть, если семьёй можно назвать отчаянные попытки навести в непрерывном хаосе. Что порядок? Вопрос. Мы с вами в разных мирах живём? Может, у нас разное понимание мира? Вот такой вопрос. Я думаю, Анька не с таким вопросом обращается нередко. Да, я сразу вспоминаю одно из мест в Смоленске, которое есть. Мамин досуг называется. Я провожу там тренинги, лекции. И кроме меня там работает большое количество разных людей, куда женщины приходят и с двумя, и с тремя детьми, и грудничкового возраста, и карапузами, и те, которые уже ходят. И они свою жизнь наполняют. Здесь вопрос как раз таки для того, в принципе, то, что вы описывали, можно было уже по пунктам сказать, что женщина происходит. И, конечно, женщине нужна помощь. И важно, чтобы она сама этого захотела. Потому что двое детей и отсутствие финансов личных это не повод для того, чтобы отчаиваться и ограничивать свою жизнь только этим. Важно, я даже, ну, как бы, если так сформулировать, наверное, женщина очень много, когда появляются дети, женщина старается быть очень хорошей мамой и очень хорошей женой. И в этот момент она забывает про себя. И в этот момент как раз таки начинаются рушиться очень многие вещи в жизни. А женщина никуда не делась. Если вот такой рисунок показать, раз я так крупно его нарисую, да, то это то, что не должно пропадать никогда. Это в центре вы всегда. Женщине важно отдыхать. И это забота самой женщины. И это здорово, если её муж об этом тоже её поддержит и позаботится. Потому что женщина будет сталкиваться с большим чувством вины, злости, раздражения и останавливать себя. От этого будет ещё более мрачнеть и отказываться, будет стараться, стараться, но от этого будет только хуже. Если женщина хотя бы 15 минут в день может начать отдыхать или хотя бы в течение недели для неё она организует себе сама это, то на самом деле женщины и с двумя, и с тремя, и с четырьмя детьми, и с пятью организует свою жизнь по-другому. И мы живём с вами не в разных мирах. Я знаю очень большое количество женщин, которые реализуют и делают свою жизнь по-другому. Действительно, это страшно, это будет волнительно, это не укладывается в то, как привыкли и жили раньше, но это важная забота, потому что если женщина ваша не отдохнувшая, уставшая, измученная, то что она может дать детям, что она даёт вам, и о каком качестве семьи и отношений может быть и речь. Это вот как раз то, с чего мы начинали сегодняшнюю нашу встречу, о том, что, чтобы гармонию какую-то сотворить внешне, женщине можно её прежде всего быстро и не при себя. А если там такая опустошённость от усталости от определённого бессилия, естественно, когда сосуд, он в нём очень мало воды находится, то есть нечем делиться. Да, и если сказать, например, конкретно, какие-то шаги, что ваша женщина может делать, если она нарисует на неё пылесо, то важно, чтобы в её сфере появилось, кроме детей, мужа дома, это точно появилась важная сфера, это забота о себе, о своём отдыхе. Если в течение месяца женщина начнёт это делать, то через месяц у неё появятся силы для того, чтобы делать дальше дальнейшие шаги. И очень часто, когда я провожу тренинги, у меня на тренингах женщины с детками присутствуют и приходят и с двумя маленькими детками. И даже была женщина, которая пришла с тремня. Для меня это, конечно, подвиг, как они это делают, но это желание женщины что-то взять и получать информацию и работать над собой. И это важно начать делать. Достаточно много информации есть и хорошей информации в том числе в интернете, которую можно почитать, уделять себе в этом внимание. как женщины говорят часто, просто попить в тишине кофе. В какой-то день не убраться лишний раз и не подмести пол. Или 33 раза не намывать посуду, а вымыть её один раз. И этих пунктов может много-много-много быть. Но для начала, из того, что вы описали, женщине важно ввести в свою жизнь элементарно это заботу о себе самой и второе это начать просить о помощи и поддержке своих близких. Не истерить, не кричать, не добиваться определенными вещами манипуляции, а просить и говорить, что они устали или она устала и ей нужна поддержка. И эта поддержка появится. И вторую сферу, которую бы я рекомендовала о том, чтобы появилась, это обязательно сфера общения для женщины. Пусть это будут мамочки, такие же, которые находятся в такой ситуации. Или, ну, здорово, если это будут женщины не только с детьми. Тогда женщина будет наполняться, в том числе отдыхать, и она, в том числе, она быстрее все дела, которые по дому, она быстрее сможет сделать. То, что уходит сделать по дому за час-полтора, она может сделать это за 40 минут, 15 минут, 20 минут. И качество от этого страдать не будет. но силы у женщины будут, потому что иначе это будет уже, ну, неврот, ну, будет очень тяжело, это в ходе депрессивных состояний и невротических таких истощений. Ну, очень тяжело, и скорее хочется поддержать вашу жену и вас, чтобы вы этот шаг вместе сделали. Ну, точно это возможно, и примеров очень-очень-очень много. Если такого места у вас нет в вашем городе, вы можете его организовать, как когда-то здесь не было в Смоленске такого места, и женщина, когда родила второго ребёнка, она сделала, создала, стала с подружек приглашать, и постепенно это выросло в её дело, которое она сейчас реализует, и это пространство стало местом, ну, и отдыха, и информации, и развития, это и мастер-классы проводят, и лепят, и рисуют, и готовят, и к лошадям ездят, ну, что-то не происходит. И у нас это не единственный пример, у нас есть ещё тоже женщины, которые, называется такая, это тоже сообщество Матрёшка, где собираются там женщины, которые готовятся стать мамами, которые уже стали мамами, и там очень много информации, как готовятся к материнству, там тоже собираются с маленькими детками с грудничками, и тоже там и баня, и различный массаж, и различные меркли, которые с детками где-нибудь самостоятельно. Вы в этом не одиноки, в вашем городе точно есть большое количество женщин, которые будут с радостью подхватить это и захотят так же вместе с вами встречаться и что-то делать. И вы через это будете отдыхать. Хорошо, значит, всё очень просто. Хочешь изменить мир, начни менять своё представление о мире, как всегда, и начни заниматься чем-то ещё дополнительно. Понятно. Вот Владимир Азмытич ещё написал. «Равноправие мужчины и женщины на европейский манер приводит цивилизацию к его рождению и гибели». Когда появляются в чате мужчины, что такое равноправие? Ну-ка, Владимир, напиши, что такое равноправие с твоей точки зрения. Дозвольте, я за Владимира не буду отвечать, а то сейчас что-нибудь отвечу не то, потом мне как побьёте кастрюльками или этими как-то скалочками и скажешь, ты не занимайся чем-то другим, мне что тут сидеть. Ну как-то попробуем, пока Владимир пишет, чем-то заполнить тему сегодняшнего эфира, поговорить дальше или что-то про равноправие, поговорить, какие есть варианты равноправия, например, европейский или русский, или вообще такой межрегиональный, межрасовый понятия. Вот давайте, может, про это поговорим? Давайте. Давайте. Вот здесь ответ такой сразу в чате появляется. Я же за чатом сейчас лежу не только на вас, красавица, смотрю. Равноправие не будет, я рожать не умею, написал один из слушателей и зрителей в чате. На самом деле вообще как бы равноправие относительно мужчины и женщины оно неуместно. Просто для меня женщина, она обладает набором своих качеств, возможностей реализации точно так же, как это и делают мужчины. Какое-то умение слышать друг друга, умение выстраивать отношения с друг другом, пространство организовывать вокруг себя, семейное пространство, пространство отдыха, пространство друзей. Вот это важно и в этом какой-то есть баланс. То есть равноправие для меня подразумевает какая-то конкуренция, борьба за быть, допустим, первой, какую-то роль занимать в семье. Для меня внутренне это совершенно не актуально. Я считаю, что это не совсем тот путь, который женщины и мужчины должны выстраивать в отношениях. Подожди, давай уточним, уточним сразу. Для тебя не важно, кто в семье главный. Или ты знаешь, кто главный, или ты как-то так просто обходишь эту тему? Да. Для меня здесь не момент кто главный, кто не главный. Для меня момент, что мужчина он выполняет свои функции и я с уважением отношусь и принимаю эти функции, а я выполняю свои функции. И как бы в этом какая-то целостность у каждого из нас. Если как-то говорить очень на пальце какую-то там иерархию уже выносить, то в определенных вопросах естественно для меня муж он является главным и я следую за своим мужчиной. Но в каких-то вопросах, например, касающихся обустройства пространства семьи, какой-то возможно опоры на свою внутреннюю интуицию, на чутье в принятии каких-то выбор каких-то например, чего-то, выборов каких-то, то скорее здесь я буду наверное сильнее в этом вопросе. Ну как-то вот так вот. Анюта, как психолог, ну-ка давай дополни нашу беседу. Я размышляю сейчас про то, что равноправие в чем существует? Равные права как изначально в том, что мы все люди и у нас единые есть потребности. Мы в этом устроены одинаково, что мужчины, что женщины. То есть и у мужчин, и у женщин есть равная потребность в отдыхе, есть равная потребность в интересных занятиях, есть определенные человеческие потребности, в этом мы равны. В точке зрения семьи равноправия, здесь это очень много можно дискутировать, обсуждать, скорее в каждой семье это будет по-своему. И на это будет влиять очень много причин. Это невозможно сказать, что можно только так и это хорошо, или только так и это тогда только так. То есть если глава муж, то будет глава муж, и только это идеальный вариант. Для меня этого не существует. Каждая семья выстраивается в свой подрисунок и это будет влиять то, как было в их семьях, как было принято, кто в их семье был главный или не главный. И здесь это момент, но скорее важно уважение и мужчине, и женщине. Поэтому я попросила расшифровать, что в это вкладывает Владимир. чтобы разобраться. Владимир, наверное, с крапузами занимается, поэтому он не ответил. Пока еще хорошо. Но возвращаясь все-таки на два шага назад, тогда я за него спрошу, с вашего позволения. Не буду за него отвечать, но за него спрошу. Бывают такие моменты, когда семья живет совершенно самостоятельно. то есть мамы с папами остались где-то далеко и нету возможности постоянно их просить о чем-то. То есть родственников под рукой то, что называется или в шаговой доступности нет, чтобы они могли, например, прийти в гости к маме, когда она одна с детьми возится, ну, помочь элементарно бабушке, чтобы или дедушка могли прийти погулять с внуками, поиграть с внуками, то есть дать маме поспать, немножко отдохнуть, приготовить еду хотя бы, да, там, может быть с собой чуть-чуть заняться и так далее. Вот такого бывает, что не бывает. И как тогда быть? То, что женщина, да, у меня тоже много знакомых женщин, которые поняли, что та система, которая их окружает, в которой они существуют, не устраивает. И они из этой системы выходят и самостоятельно организуют для себя досуг, видят, что это здорово и таким образом через свою организацию досуга предлагают свой досуг другим и организуются целые центры в дальнейшем. Подготовки к родам, занятия с малышами, семейный отдых, семейный ясли, детский сад, путешествия, развитие и так далее, тому подобное. Вот. Но в данном случае мы видим, что до второго шага вот этой его супруги далековато. Почему? Потому что она как белка в колесе, видимо, там никто не помогает. Вот как из первого вот этого колеса выскочить, чтобы перейти потом ко второму, если вдруг так оказалось родственников, друзей, знакомых, которые бы вот так могли прийти запросто в дом и помочь на часика два подменить маму, нет. А муж всё время на работе деньги для тумбочки зарабатывает. Мне кажется, что здесь как раз таки то, о чём мы уже говорили, что нужно идти от себя, прежде всего женщине, понять и услышать себя, чего бы ей хотелось, чтобы было в её жизни, то есть посмотреть, что сейчас есть, чего недостаёт и что бы хотелось. И таких примеров тоже огромное множество, когда женщина с мужчиной, семья живёт совершенно далеко от родственников и тоже много деток, и тем не менее женщина налаживает вокруг себя вот это вот пространство и тратит, ну, как бы вкладывает своё время не только в семьи, не только даёт детям, не только мужу. И вот... Да, здесь... Ну, вот у меня тоже родители находятся далеко и они не могут часто приезжать. Муж достаточно часто в командировку и я с маленьким ребёнком непосредственно продолжаю работать и продолжала работать. И что мне помогало, да, я так сейчас вспоминаю, ну, первое — это то, что, конечно, поддерживаю свои интересы. Я всегда помнила, я не забрасывала свои увлечения, я продолжала всё равно читать, я находила этому время, я находила время выходить на улицу, не замыкаться, я продолжала поддерживать отношения с женщинами, которых нет детей. Потому что одна из тоже, да, ошибок женщины, когда идут в декрет, то начинают вокруг себя организовывать общение только с женщинами, беременными, только с детьми. и начинают сами говорить только про детей, и всё. И мир их замыкается, но мир-то остался, и интересного очень много, мир скорее расширился. И важно с этой точки зрения посмотреть на свою жизнь. Есть няни, есть люди, которые могут помогать, есть различные комнаты, но если даже этого нет, и нет этой возможности, то ключевое — важно вспомнить, что вы есть, вы живая, и вам чего-то хочется, кроме того, чтобы убирать за детьми, чтобы их кормить и готовить. Вам же что-то хотелось, и эти желания, эти интересы важно вспомнить, и их потихонечку внести в жизнь, чтобы восстанавливаться. Если это будет введено, это будет огромный шаг и выдох, а уже остальное жизнь на самом деле начинает привносить сама. Но главное — это чтобы вы внутри захотели. Да, и как я повторюсь, это будет страшно, это будет стыдно, это будет неловко, но без этого тогда это просто колесо останется и будет измождённая женщина. И здесь мне кажется, что такой тоже очень важный момент присутствует, особенно мама с девочками, детьми, потому что девочка, она же черпает стереотипы поведения, примеры, глядя на свою маму. Если мама находит время на то, чтобы поухаживать за собой, на то, чтобы порукодельничать, ещё позаниматься какими-то любимыми для неё, такими наполняющими её делами, собственно, это то, что она закладывает в будущем своему ребёнку. Он будет понимать, что это нормально, что это естественно, что это там можно делать, там не уматываясь какие-то вещи, а получать от этого удовольствие. Это такое просто на самом деле то, на чём будет учиться и воспитываться ребёнок. А если брать обратную ситуацию, когда мама вкладывается полностью в детей, естественно, она чувствует себя неудовлетворённой, естественно, там внутреннее раздражение и агрессия формируется. И в тот момент, когда придёт время деткам отделяться уже от родителей, у мамы как раз-таки вот эта вот грань уйдёт из её жизни. Допустим, это у неё были дети, семья, да? Дети выросли, ушли, у неё огромный просто пласт жизни исчез. И она себя чувствует ещё хуже, ещё более неудовлетворённой. Это действительно тот путь, про который Аня рассказывала вначале уже психотерапевт. Тогда будет не хотеться отпускать своих детей, будет держать их близко к себе, страх их отпустить. Ну, и там много-много. Первый шаг — это чтобы вы вспомнили про свои желания, про свои мечты, про то, что вам нравилось до того, как появились дети, что вам нравится сейчас. Вот найти эти интересы, потому что дети, они расширяют жизнь, они не сужают. Сужаем мы, взрослые, если замыкаемся, и дети становятся нашим миром. И мы где-то далеко оставляем отношения с мужем, оставляем где-то далеко наших друзей, знакомых и свои интересы. Важно это вернуть. Когда я был маленький, я хотел быть космонавтом. У меня тоже есть пример, когда женщине 26 лет, у неё уже трое детей, она продолжает вести очень активную деятельность, и вполне возможно, что будет у неё четверо, и пятеро, и она также будет продолжать. То есть человек жизнеустремлённый, мужчина также работает, он бывает и в ночь его вызывают, куда-то там срочно что-то происходит, и он вынужден, потому что служба, и бывают командировки какие-то. Всё как у людей, то, что называется. Поэтому как вот она умудряется и за детьми следить, и быть красавицей, и быть активной, и при этом духом не падать. Ну да, крутится, крутится, бегает, глаза горят, жизнь бьёт ключом, не по голове в данном случае. Вот. Так что всё нормально, всё хорошо. А ещё другой вариант, что если уж человек, женщина имеется в виду, к Володе я обращаюсь, из-за мэтич, если уж твоей супруге так вот одиноко, и она не может там найти кого-то по СМС, ну пускай займётся общественно полезным каким-то делом, которое ей нравится, начнёт делиться какими-то женскими хитростями, наработками. А как вот с тремя детьми жить, да? Как с тремя детьми быть? Двое из них – карапузы. Пускай она радио начнёт рублику, в конце концов, вести. Пускай блог видео начнёт делать, что-то рассказывать. Это будет её отдушина. Она будет делиться с людьми. Другим будет интересно посмотреть, а как так с тремя детьми выживается. Её пример будет наукой для других. Она будет чувствовать ответственность какую-то, интерес появится, будет делиться. Вот для неё будет новая стезя жизни. Пускай приходит на радио. Ну, продолжаем. Значит, Владимир уточнил. Измытищ. Равноправие мужчины и женщины. Я имею в виду отсутствие реакции общества на исполнение разными полами противоположных функций. Например, женщина – министр обороны, мужчина – модель для демонстрации одежды, женщина – электросварщик, мужчина – няня. Вот это, на взгляд Владимира, есть равноправие. И сразу, пока вы там думаете, как ответить, Ингварий написал. Какое ещё равноправие? Только выполнять прихоти мужчины. По столу так. Да, отвечайте теперь. Не знаю, мне не очень хочется включаться в обсуждение политических, социальных этих моментов. Не будем включаться, не будем. Я поддерживаюсь того, что сказала выше. Важно, чтобы вы разобрались в своей семье, в своей душе, в своей жизни. Если вы в этом разберётесь, то на самом деле вам жизнь откроется, и вы будете видеть другие примеры, другие интересные вещи. И это будет не так волновательно, не так отвлекательно, если только забирать силы внимания. Некое место потери своих сил. Можно много рассуждать, но на это невозможно повлиять. Повлиять можно только на то, как вы вырастите своих мужчин-сыновей, как своих девочек-девочками, как вы себя ощущаете как мужчины, и чувствуете ли вы, что ваша жена вас уважает, и вы при ней мужчина, а она рядом с вами женщина. Мне кажется, это важнее. Даже продолжаю то, что Аня сказала, что предыдущему нашему, какие шаги можно делать. Мы всегда говорят, если хочешь что-то новое привнести в свою жизнь, допустим, нужно больше начать зарабатывать, чем зарабатываешь сейчас, или ещё что-то женщина, допустим, хочет сделать. Просто нужно поменять немножко в своё окружение, посмотреть, какие есть примеры вокруг. Сейчас интернет позволяет это сделать, и познакомиться с женщинами, которые живут не в своём городе, а, возможно, на населённом пункте, а за пределами, вообще-то, даже твоего государства. Просто послушать их, обратиться к их опыту, окружить себя вот этими вот новыми опытами, новыми примерами, и пытаться следовать каким-то советам, рекомендациям. И тогда и в своей жизни возможно, может быть проще сделать, принять решение и проверить, и больше. Понятно, понятно. Ну что ж, пока все вопросы мы исчерпали, главный задающий, отвечающий и уточняющий был Владимир. Единственная реплика ещё появилась, от Нарада равноправия, это равенство возможностей, и в скобочках, ну, исключая биологические. То есть, есть некий, скажем так, переводя на другой язык, на изоповый язык, есть некий инструментарий у каждого человека, в том числе и физиологический. И он уникальный в чём-то, да? Вот у женщины свой инструментарий, у мужчины свой. И в жизни мужчина свой инструментарий, поэтому этому значению применяет женщина по другому значению. Здесь это вряд ли, это равноправие надо искать, иначе получится балалайка. А так вообще, если мы убираем вот это и что-то другое включаем, то, возможно, равноправие. Теперь надо нам как-то определиться, а где вот эта самая грань, за которой мы можем уже убрать вот эти вот физиологические особенности мужчины и женщины, чтобы не превращать всех в бесполые существа. И наоборот, где-то грань, где это равноправие заканчивается, когда уже понятно, что вот эти функции мужчина или женщина выполнять не должны однозначно, иначе это будет переходить в родитель номер один, родитель номер два. А не мужчина, женщина, не папа с мамой. Вот замутил-то, да? Это просто совершенно огромная тема. Это очень большой момент. А никто лёгкой жизни не обещал, сами пришли. Да-да-да. Ну вот мы на самом деле даже хотели на следующий эфир предложить одну из тем, да, это вот финансы в жизни женщины, потому что как раз-таки вот здесь вот про равноправие и неравноправие можно очень хорошо ей много поговорить, рассуждать, поэтому, наверное, предложим даже вот это вот перенести на следующий разговор, потому что сейчас мы просто в этом завязни. То есть так плавненько соскочили. Ну понятно, понятно. Всё с вами ясно. Собрались там психологи, вас так просто не разведёшь. Ну ладно. Значит, в анонсе, сейчас тогда посмотрим ещё раз анонс, что же у нас написано? Мы поговорим о том, как женщине организовать своё пространство, чтобы всем сферам было место. Особое внимание уделим аспектам красоты и здоровья, как психологического, так и физического. Вот мы поговорили о том, как женщине себя проявить в обществе, чтобы не сходить с ума и перестать быть белкой в колесе. И теперь самое время, наверное, уделить особое внимание аспектам красоты и здоровья, как психического, так и физического. Вот переходим к этой части. Да, как раз таки то, про что сегодня мы уже тоже начинали говорить, часто складывается такая ситуация, когда женщина до замужества, она уделяет себе внимание, даже может быть чрезмерное иногда внимание своей внешности, а когда оказывается в семье, на это перестаёт хватать времени. Вот я бы сегодня хотела поделиться своим опытом, опытом большого количества женщин, которые используют это знание, которые являются и жёнами, и мамами, и многодетными в том числе, как можно совершенно, не затрачивая большого количества времени, уделить внимание себе, своему здоровью, здоровью своего организма, своего тела. Потому что для меня, говоря о естественной красоте, это прежде всего, вернее, вообще говоря о красоте, для меня здесь очень большое и важное значение имеет слово естественное, потому что это то, что позволяет нам, то, что позволяет нам ухаживать за собой, опираясь на ресурсы своего организма. А организму я нашему просто не перестаю петь, везде абсолютно дифирамы, потому что он на самом деле обладает колоссальными ресурсами, рассчитанными на гораздо большее количество лет, нежели сейчас там есть продолжительность жизни. И мы с вами обладатели лимфатической системы, например, которая обеспечивает очищение от всевозможных шлаков, грязи, которые выпадают внутрь. У нас гормональная система, которая тоже огромный ресурс жизнеспособности нам даёт. Наши клетки бесконечно меняются, обновляются. Это всё то, что нужно просто поддерживать, то, что нужно любить, то, чему нужно уделять внимание. Вот как это можно делать женщине с любым графиком работы, с любой занятостью, я сейчас, собственно, об этом буду говорить, 10, ну там максимум 30 минут из 24 часов в сутках. Достаточно на этом уделить время и 23 часа оставшиеся посвящать тому, чему хочется посвящать женщине. Что вообще, скажем так, является самым естественным в уходе за собой, за своей, прежде всего, лицом, потому что женщина всегда обеспокоена, прежде всего, тем, как она выглядит, как выглядит её лицо в разные годы жизни. Я сейчас буду рассказывать об уходе, который применим для женщин совершенно любого возраста, будь это девушка 18-летняя, либо это женщина, которая уже за 50 лет. Наша с вами личка, сейчас я буду уделять внимание женщинам, поэтому прошу прощения пока всех мужчин, которые нас слушают, возможно, они просто поделятся со своими женщинами какой-то информацией. Сейчас буду говорить для женщин. Что нужно любой женщине в любом возрасте? То же, что нужно нашему организму в целом. Это таких три кита, три составляющие. Это прежде всего воздух, номер один, это вода, номер два, и это еда, питание. Вот эти три компонента нужны и нашему с вами личику женскому. Ежедневно необходимо кожу очистить, чтобы она задышала. Каждый день необходимо кожу увлажнять, то есть напоить водичкой. И каждый день нужно кожу свою покормить. Расскажу поэтапно, собственно, как это можно делать. Очищение, самый первый этап, это то, что можно делать каждый день, повторюсь, и утром, и вечером, и можно и нужно делать. Но прежде всего в очищении нет мылу и спирта, любым спиртосодержащим веществам, там всевозможным лосьоном, тоником, и нет мылу в очищении кожи. Почему? Потому что и спиртосодержащие всевозможные косметические препараты, и мыло очень сильно высушивает нашу с вами кожу. Причем это имеет отношение и коже, которая очень-очень жирная. Дело в том, что и мыло, и спирт воздействуют на самый поверхностный слой нашей кожи, на самый верхний слой, это эпидермис, и самая верхняя часть нашей кожи, это липидная пленочка, такая жиропотовая пленка, которая защищает нашу кожу от того, чтобы проникало внутрь глубоко какие-то там вредные вещества, пыль, та же самая грязь. Когда мы протираем свою кожу спиртом, либо протираем, умываем мылом, мы разрушаем этот защитный барьер и очень сильно, во-первых, высушиваем свою кожу, во-вторых, повреждаем ее. Она становится более склонной к украснению, к всевозможным реакциям на смену температуры. Поэтому еще такой момент. Очень часто женщины именно с жирной кожей либо склонной к жирности кожи пользуются стратосодержащими всевозможными косметическими средствами и мылом. Вам тем более не нужно это делать, потому что когда мы снимаем этот слой сальни, который естественно выделяется на коже, наши сальные железы реагируют на дефицит их. И они выделяют еще больше сала, и ваша кожа становится еще более жирной. Поэтому то, что запоминаем, номер один в очищении своей кожи, это нет спирта и нет мылу. Чем можно очищать кожу ежедневно? Самый простой способ, самый доступный – это вода. Естественно, вода не водопроводная, не хлорированная, как в большинстве городов водопроводная. Вода жесткая бывает. Это чистая вода. Это либо водичка бутылированная, которую вы пьете, либо можно, допустим, воду даже водопроводную просто подкипятить. Она уже тоже будет более мягкой, более такой, как бы, очищенной. Очень хороший способ смягчить воду – добавить в кипяченую, на стакан кипяченой воды чайную, либо десертную ложку соды. Такая водичка тоже становится мягкой, она хорошо и очищает кожу, и смягчает ее в то же самое время. Очень хорошо тоже очищать кожу водичкой, например, настойной на шунгите или кварц. Если вы такую еще воду внутрь принимаете, можно таким образом использовать эту воду для того, чтобы еще и умывать свое личико. Сейчас очень много, к счастью, к огромному, в магазинах уже можно встретить всевозможные натуральные косметики. Конечно же, там много очень поделок, но тем не менее, если научиться читать этикетки, то можно выбрать для себя качественные средства, причем совершенно доступные. Так вот, что… Сейчас, секундочку, уточню сразу здесь, что мы, когда проводим эфиры, и к нам приходят вдруг какие-то люди, которые интересуются правильным образом жизни, вот мы проводим такой, так называемый, отбор, чтобы это не было какой-то рекламой, и чтобы это было именно донесение информации о том, что вот эти люди, они занимаются по-честному природной косметикой. И у нас, к счастью, такие люди находятся, и производители, и у нас были несколько раз в гостях те, кто вот так вот реально производит такую живую косметику правильную, которая не портит. Поэтому, если вдруг вы на нашем канале что-то слышите, и на этом канале написано, что доверие есть, то в этом случае знайте, что это проверено как знак ОТК. Извини, что тебя перебил. Да, спасибо даже, Алексей, что добавил, потому что действительно сейчас такие всевозможные косметические средства уже появляются, это замечательно. Так вот, к таким средствам, которые великолепно очищают кожу, относятся всевозможные гидролаты и цветочные воды. Это, по сути, цветы, либо различные там части растения, они, ну там, под воздействием пара, например, выделяются там всевозможные эфирные масла, и состав такого гидролата, или состав цветочного воды, он малокомпонентный. Это дистиллированная водичка и эфирное масло то или иное. Вот если вы видите, что на этикетке есть вот всего два компонента, с ней вы можете покупать такой препарат, и таким гидролатом, либо такой цветочной водичкой как раз-таки очищать свою кожу. Причем сейчас очень можно просто подобрать под свой тип кожи, там, допустим, под зону под глазами. Сейчас это все можно сделать. То есть кроме воды можно очищать еще кожу гидролатами, либо цветочной водой. Если тоже вы предпочитаете там какие-то магазинные, фабричные косметические средства, то можно использовать тоники, но обязательно без спиртовых, как я уже говорила. Для этой цели сейчас тоже подойдет мицеллярная вода, которая сейчас получила распространение. Она хороша для того, чтобы именно очистить кожу, но ее ни в коем случае нельзя использовать в качестве только, допустим, увлажняющего там лосьона, потому что у нее нужно обязательно промывать свою кожу. Из очень доступных средств аптечных, это, например, хлоргексидин, там стоит 9-12 рублей, он тоже хорошо справляется с очищением кожи. Что можно сделать своими руками, найти в своем, я думаю, холодильнике, на полках на своей кухне. Травяные чаи, зеленый чай, например, черный даже чай, если вы пьете. Травки продаются сейчас в аптеках, можно тоже их заваривать, ими протирать личико, тоже наносите на ватные диски, протираете лицо, это тоже замечательная возможность очистить лицо. Сейчас мы уже близимся к весне, там скоро лето, да, и можете самостоятельно там выезжать куда-нибудь, может быть, за город, в чистые места, и собирать травки, и собирать цветы, например, ромашка, липа, их тоже можно заваривать, они великолепно подходят для очищения сухой, чувствительной кожи. Зверобой замечательно справляется с очищением жирной кожи, например, там лепестки розы, есть такое растение замечательное, очанка, они подходят для того, чтобы очищать самую деликатную зону на лице, это зона вокруг глаз. Подорожник, клевер, крапива, практическое большинство растений, которые растут у нас под ногами, это то, что можно использовать, в том числе, в качестве такой домашней косметики, и привести свою кожу в порядок. Если у вас кожа жирная, либо склонна к жирности, можно чуть более такой, ну, сильный уход для нее применить, и ее такой мягкий скраб, мягкий пилинг ей устраивать, причем тоже ежедневно. Для этого очень хорошо подходит рисовая мука. Сейчас тоже эту муку можно, я думаю, найти практически в любом продуктовом магазине. Она обладает такой очень мелкой структурой, она очень деликатно очищает кожу, не повреждая поверхностный слой кожи, и еще даже таким обладает отбеливающим небольшим эффектом. Если у вас жирная кожа, то можете не только очищать каким-то лосьоном, травяным настоем, но еще и рисовой мукой. Для этой цели тоже подойдут, сейчас, я думаю, многие женщины знакомы с таким понятием, как уктан. Это различные сочетания очень мелко измельченных трав, и различных видов муки, например, горчицы, порошков. Такой уктан можно тоже приготовить самостоятельно, можно приобрести в магазине. Сейчас тоже производители натуральной косметики это делают, и это можно, например, найти в магазинах, где продают индийскую косметику, потому что это, собственно, из Индии пошло, и пришло к нам тоже замечательное средство. Как очищаем кожу? Очень мягко и деликатно это делаем, соблюдая всегда массажные линии. Они у нас проходят по шее, по передней поверхности, здорово, что можно показать это на себе, по передней поверхности шеи снизу вверх, по боковым поверхностям шеи, и задней поверхности шеи сверху вниз. Вот мы таким образом очищаем кожу шеи, дальше поднимаемся к личику, и лицо, если разделить пополам, по центру, то, собственно, от центра до скуловых косточек, которые находятся под глазами, мы движемся к периферии, к вискам, от центра лба тоже движемся к вискам. Вот это вот массажные линии, это линии наименьшего растяжения кожи, которые нужно соблюдать, когда вы очищаете лицо, когда вы наносите крем, когда вы делаете массажные техники. Ну, если нет каких-то специальных рекомендаций, то вот по этим линиям мы это всё осуществляем. Итак, мы очистили кожу, и переходим дальше к такому самому важному этапу, это этапу увлажнения. Вот напоить лицо – это вообще номер один, то, что нужно делать, опять-таки, женщине с любой кожей, и в особенности, если вы обладательница сухой, либо жирной кожи, потому что это знак того, что у вас уже нарушен баланс внутренний, и водный баланс, и жировой баланс. И вам, прежде всего, нужно хорошо, качественно кожу вашу увлажнить. Увлажняем мы кожу круглый год, особенно зимой. И это нужно делать минимум дважды в день. Утром, когда вы просыпаетесь, и готовитесь к выходу на улицу, либо ко дню, и когда вы готовитесь ко сну, дважды в день нужно увлажнять кожу. Я сейчас расскажу о своем самом любимом способе увлажнения кожи, который я почерпнула у замечательнейшей просто женщины, японки, ее зовут Чизо Саеки. Этой женщине сейчас под 80 лет, но она выглядит изумительно, можно найти ее фотографии. Ну, то есть женщина живущая, ее можно найти фотографии, и даже видео в интернете, на Ютубе. Вот она, как пропагандистка здорового, естественного ухода за собой, она говорит о том, что для того, чтобы кожа оставалась молодой и красивой, совершенно не нужно покупать дорогостоящие средства. Для этого достаточно ваших любящих рук воды и небольших еще приспособлений, совершенно доступных каждой женщине. Как можно ежедневно увлажнять свою кожу? После того, как вы очистили кожу, берете 100% хлопковые салфетки. Заменителем хлопковых салфеток может быть обычный стерильный бинтик, который нарезается, но так, чтобы вы могли его наложить на область лба и область лица, на центр лица. То есть такой достаточно широкий бинтик покупаете, нарезаете его на вот такие кусочки. Этот бинтик вымачиваете либо просто в чистой воде, либо, например, в цветочном чае, то, что у вас тоже под рукой находится. И потом, вот на этот вымоченный в воде бинтик наносите буквально одним пшиком любой беспиртовой растительный увлажняющий лосьон, если вы прибегаете к промышленным средствам. Либо в качестве увлажнителя можно использовать тот же гидролат, цветочную воду. Из того, что, возможно, у вас окажется под рукой, это, например, сок огурца. Выбиваете из огурца сок? Замечательный увлажнитель. Это сок алоэ тоже очень. У многих, я думаю, алоэ растет на подоконнике. Если нет, то очень рекомендую, потому что это просто средство, которое входит, наверное, в состав большинства самых таких работающих масок. Это может быть мед плюс сок лимона. Вот это вот на выбор наносите на вот этот вот вымоченный винтик, либо хлопковую салфеточку. И после этого прикладываете к колбу. Бин прекрасно пристает к колбу. И на центр и нижнюю часть лица. Достаточно вам двух кусочков понадобится. На кожу под глазами можно дополнительно положить смоченные в воде ватные диски. И после этого берете обычную шапочку для душа. Я тоже думаю, что у каждой женщины она есть. Лучше всего, если она будет такая полиэтиленовая, мне прорезаете дырочку для носа, чтобы было чем дышать. Ну, шапочка она на резинке. И надеваете на себя вот эту шапочку. Конечно, зрелище, то есть такое, не для мужчин. Но женщины себя в масках привыкли видеть на себя, смотреть в зеркале. Наносите поверх вот этого вот увлажняющих салфеток шапочку эту полиэтиленовую. Три минуты находитесь. Вот это вот чудо-маски, которая создает такой эффект сауны. И помогает очень глубоко увлажниться вашей кожи. Проникнуть вот этой вот влаги глубоко, не только в слой эпидермиса, но еще глубже там, в дерму. И после этого снимаете шапочку и наносите либо свой любимый крем, либо базовое масло, если вы пользуетесь маслами. Очень рекомендую вам попробовать такой способ увлажнения. И каждое утро делать, и перед сном делать. Я просто не сомневаюсь, потому что проверенный на себе, проверенный на многих моих ученицах, кожа совершенно по-другому начинает выглядеть, она совершенно по-другому начинает дышать и существовать. Это что касается увлажнения. Еще хочу тоже сказать про очень распространенные нынче увлажнители, такие как глицерин и гиалуроновая кислота. Сейчас очень много, мы можем найти всевозможные косметики, в основе которых есть вот эти вот два компонента. Я хочу рассказать о том, что какая опасность существует. Например, тот же самый глицерин, который считается шикарным увлажнителем. И он действительно, если он растительный, он является действительно великолепным увлажнителем, потому что одна молекула глицерина способна притянуть к себе огромное количество молекул воды. Но глицерин работает таким образом, только когда вы находитесь во влажном климате. Допустим, вы там находитесь где-нибудь в бане, в сауне, там, хамам, например, куда-нибудь идете, где есть очень большая влажность, там замечательно использовать любые там средства на основе растительного глицерина. Там действительно, этот глицерин будет способствовать очень качественному увлажнению вашей кожи. Если вы находитесь дома просто в обычном совершенно сухом климате, там, ну, в средней полосе России, то глицерин начинает вытягивать из подкожных слоев влагу. И ваша кожа вместо того, чтобы увлажняться благодаря такому компоненту, она начинает очень сильно высушиваться. Вот такую же опасность стоит и гиалуроновая кислота. Это тоже хороший увлажнитель, когда это происходит во влажном, во влажной среде. Как только это происходит при сухом воздухе, тоже гиалуроновая кислота, она начинает очень мощно вытягиваться из подкожных слоев влагу, и кожа обесушивается. И вообще, как бы говоря о гиалуроновой кислоте, если глицерин растительный существует, и его можно найти в составах хорошей растительной косметики, то гиалуронка, она только сейчас производится таким, химическим способом, поэтому я вообще не рекомендую использовать и приобретать косметику на ее основе. Итак, мы с вами очистили кожу, мы с вами увлажнили кожу. Следующий, последний на самом деле этап – это питание. Я являюсь огромнейшей поклонницей базовых масел, которые замечательно справляются и с очищением, и с увлажнением, и с питанием кожи. Это любые масла, которые не содержат… Это не эфирные масла. Это масла, например, кунжутные, миндальные, абрикосовые, масла жжабай и так далее, и так далее. Список на самом деле огромный. Вот эти маслами замечательно справляются как раз таки с функцией покормить кожу после того, как мы ее хорошо увлажнили. Их тоже достаточно использовать для кожи в любом возрасте. Я такой очень важный момент сейчас произнесу. Наша с вами кожа на 80%, вы просто услышите и думайте эту цифру, на 80% питается изнутри, из плазмы крови. То есть 20% – это только то, что остается, то, что мы можем сделать с вами для своей кожи внешним уходом. И если ваши мышцы в порядке, если вы грамотно сбалансированно питаетесь, если вы пьете достаточное количество воды, хорошо спите, хорошо отдыхаете, то этого достаточно, чтобы ваша кожа сохраняться на многие годы красивой, тонусной, эластичной. И достаточно 20% самых элементарных средств для того, чтобы ее поддержать. А то, о чем я говорила выше – это очищение, это увлажнение и питание. Здесь очень хорошо как раз таки работают масла всевозможные. Ну, буквально о некоторых скажу, такие, которые действительно очень актуальны. Это, наверное, кунжутное масло, потому что оно подходит для любого типа кожи. Оно справляется замечательно летом с защитой кожи от ультрафиолета, то, что будет уже очень скоро актуально для нас. То есть не нужно никакие дополнительные кремы солнцезащиты, достаточно нанести кунжутное масло на свое лицо. Это масло авокадо, оно по своему жиру очень похоже со составом того жира, который находится в нашей коже. Поэтому не образует такой какой-то ощутимой пленочки на коже. Его тоже очень хорошо использовать. Людям особенно жирной кожи. Масло тоже жажаба очень хорошо. И такое миндальное масло, оно, пожалуй, является таким маслом в каком-то смысле универсальным, потому что оно подходит для даже очень чувствительной кожи. Его часто используют даже для кожи самых маленьких деток. Поэтому его тоже можно им пользоваться, вне зависимости от того, каким типом кожи вы обладаете. Как пользоваться маслом? Только на увлажненную кожу. Масло, оно, после того, как мы с вами очистили кожу, после того, как мы ее хорошо увлажнили водой и любым каким-то увлажняющим лосьоном, либо средством, наша задача немножко как бы запечатать эту влагу и дать возможность ей подольше сохраниться внутри кожи. Вот с этой функцией как раз справляется масло. То есть после того, как вы увлажнили кожу, сняли себе вот эту самую полиэтиленовую шапочку, наносите тоже по тем же массажным линиям выбранное вами маслице и продолжаете свой день. После чего вам кожа точно будет благодарна. Вот, собственно, вот эти вот три пункта, если вы ведете в свою ежедневную жизнь, ваша кожа скажет вам спасибо и я думаю, что вы очень скоро будете видеть и свое лицо совершенно другим отраженным в зеркале, и ваш муж, ваши друзья, ваши знакомые, подруги тоже будут об этом говорить. Еще тоже последнее, наверное, то, что сейчас скажу, что с помощью масла еще можно очень хорошо глубоко очистить кожу. Потому что масло – это жир, да, и здесь такой срабатывает принцип «подобный растворяется подобным». То есть мы какие-то излишние загрязнения кожи, которые образуются на той же самой липидной слое, то есть на жировом слое, мы можем с помощью масла хорошо очистить и убрать. Здесь следующим образом поступаем. Мы после того, как очистили кожу, наносим большое уже количество масла на лицо, на область лица, на область подбородка, шеи, в том числе декольте. И после этого на 1-3 минутки накладываем сверху, лучше всего, горячее полотенце. Подержали полотенце, дали возможность всем процессам необходимым произойти, убрали полотенце. Если нужно, помассировали личико, тоже такой получается скраб-эффект, очищающий эффект. Если нужно еще больше добавили масла, снова нанесли полотенце горячее. И так делайте 2-3 раза. После этого, как правило, масло остается минимум на коже. Но если есть необходимость, можно еще дополнительно его промокнуть полотенечком. И после того, как вы вот такую вот глубокую маску сделаете, дополнительно можно нанести какой-то увлажнитель. Ту же самую цветочную водичку, гидролат, тоник увлажняющий, бесквертого. Либо то, о чем я говорила, допустим, травяным чаем протереть кожу, побылечь огурцом, соком огурца, лимоном. Этого тоже будет достаточно для вашей кожи. Ну вот такие вот советы, рекомендации, такие на скорую руку. И то, что действительно работает, и то, что действительно не требует большого количества времени, я надеюсь, поможет очень многим женщинам как-то организовать вот это, внести тоже в свой ежедневный уход. Аня что-то заскучала, чтобы немножко развеселить, так это прочитаю реплику из чата. Ингварь написал, «Для меня советы звучат примерно так. Берёте какую-нибудь дрянь, наносите на лицо и пугаете мужа». А что, Аня, можешь сказать с точки зрения психолога, если женщина следит за собой, если делает хотя бы то, что Юля нам рассказала, как это влияет и на саму женщину, как это влияет и на детей, и на семейную обстановку, ну и на мужчину в конце концов? Самое первое, что важно, чтобы это начиналось и делалось, когда женщина этого хочет. Чтобы это не было насилием, чтобы она делала это с желанием и с ощущением, что она это делает в себя для того, чтобы порадовать себя, наполнить себя, не знаю, как-то отдохнуть, расслабиться. Если это делается на бегу, если это делается действительно, как написал слушатель, для того, чтобы испугать мужа, потому что, в принципе, это можно сделать, когда нет рядом мужчины, для того, чтобы он не испытывал стресс от наблюдения. Или закрыться в ванной, в этот момент тоже никого не выходить. Но очень важно, чтобы всё это было сделано из желания женщины. Тогда оно будет действительно помогать, в том числе и отдыхать, расслабляться. Результат, который будет происходить с кожей, он будет радовать. И, конечно, это будет радовать, я думаю, любого мужчину, который рядом будет с красивой женщиной. И здесь я, скорее, знаете, хотела такую, вспомнила один момент, когда это были исследования, очень давно ещё проведены, когда женщинам задавали вопрос, о ком они, чтобы они составили список, о ком они заботятся в течение дня. И было очень интересно наблюдать, что женщины в России, это в России было исследование произведено, проведено, извиняюсь, и женщины не написали себя вообще. То есть были перечислены все, муж, дети, мамы, папы, братья, сёстры, кошки, собаки, попугаи, но женщина не писала о том, что она заботится о себе. И вот это было уже достаточно давно проведено, за последние 10 лет, ну вот 7 очень, очень заметно, когда я стала в аудиториях спрашивать, женщины стали вносить себя в этот список, но, как правило, выше последнего места и третьего, только уже у людей, которые занимаются саморазвитием, работают над собой, но это уже поднимается список в том, что женщины ставят в первую очередь о том, что она должна быть действительно в хорошем самочувствии и состоянии. Тогда она может что-то дать и мужчине, и своим детям, и своему работе, любой работе, в которой она находится. Вот. И, наверное, здесь важный момент, который хочется добавить, это про психологическое здоровье в том числе. И важный момент, вот, наверное, хотела закрепить, когда ты рассказывала о том, что действительно важно, что внутри происходит. И в том числе там про питание, и вот эти моменты там витамины, и прочего в организме, сколько вещей, но и в том числе о том психологического самочувствия, которое вы испытываете. И если у нас, наверное, стоматологическая как-то служба пришла в более, наверное, норму, и люди уже, ну, большинство, мне кажется, знают о том, что нужно приходить и как-то профилактику, полость рта проводить, но психологическая там помощь ещё воспринимается как экстренная, только когда уже совсем плохо. Но на самом деле это правда важно делать, не только обращаясь к психологам или там психотерапевтам, но это в том числе и обращаясь к самой себе, к самому себе, вообще, какое количество обид у вас сейчас, как у вас эмоциональная жизнь протекает, насколько вы стали раздражительными, насколько стало болеть ваше тело, настолько вот эти первые сигналы, их важно замечать, потому что, когда уже более, ну, больше происходит признаков, то, конечно, с этим будет сложнее разбираться. Но если начать уделять внимание раньше и не накапливать те обиды, можно взять это как для себя за практику, о том, что хотя бы не заталкивать внутрь, а разбираться с этим, то уже будет легче. Да, если накопилось раздражение, накопились, не знаю, злость на работу, на начальников, на друзей ещё, найдите способ, как вы себе можете помочь. Пусть не обращение к психологу, достаточно выйти, не знаю, по парку, пробежаться, прогуляться или найти вид спорта, который будет помогать эмоции выбрасывать. Ну, что-то для себя найти, для того, чтобы следить за тем, как протекает ваша эмоциональная жизнь и что с ней происходит. Второй аспект в этом — это насколько вы отдаёте людям тепло, радость, свои переживания, и в то же время насколько вы берёте и получаете. То есть вот этот баланс брать-давать, он тоже очень важен, насколько вы эмоционально открыты, да, чувствами к другим людям, и у вас есть человеческий контакт качественный, хороший, да, простроенный или со своей семьёй, или со своими друзьями, или со своими, не знаю, коллегами. Хорошо, если есть там, каждый элемент в этой жизни, если так, это можно грубо сказать. Но это очень важно, на это обращать внимание и заботиться, да, почему началась эта методика, что действительно в нашей культуре не принято заботиться о себе, мы ждём, что о нас позаботится кто угодно, государство, папы, мамы, воспитатели в саду, учителя в школе, друзья, мы внутри долго молчим и обижаемся, почему же нам никто не звонит, вместо того, чтобы взять и позвониться мимо, узнать, как у другого дела, или рассказать, сказать, что ты знаешь, мне как-то очень тяжело и грустно, и была бы рада встретиться. И тогда этот ком обид, он будет приостанавливаться и жизнь будет светлее. А если это действительно об этом заботиться, то намного вообще спокойнее и, не знаю, насыщеннее, гармоничнее можно начать жить. Если найти это, просто поддержку. Так, звонок такой. Ты знаешь, после нашей последней встречи мне так тяжело, но встречаться с тобой я больше не хочу, чтобы ещё тяжелее не стало. Да. Ну что, ещё вопросы у нас в эфир поступают. Вот Владимир Измытищ. Дорогие Юлия и Анна, ответьте, сколько женщине нужно денег для комфортного проживания, чтобы, так сказать, закрыть текущие жизненные вопросы? Видимо, такой наболевший вопрос. Глаз вопиющего в пустыне. Ну сколько ж тебе надо-то денег? Ну и так далее. Многоточие. На этом у меня есть два ответа. Первый ответ – это что у каждой женщины это будет своя цифра. Так же, как и у каждого мужчины есть своя цифра, которую он стремится и которую он хочет получить в жизни. Второе – если женщина начинает своего мужчину очень много, долго, дотошно пилить, толкать по зарабатыванию денег или к тому, чтобы говорить о том, что как денег в доме мало, то на самом деле пора посмотреть на то, какие сферы другие не обустроены, не налажены. Потому что деньги – это уже последняя верхушка в айсберге, на которую вы реагируете. До этого очень много чего-то сбилось, сломалось, разрушилось или накопилось очень много обид и раздражения в других сферах, а именно эмоциональной, чувственной, сексуальной жизни и поддерживающей. То есть другие сферы находятся в более сложном состоянии, чем денежные. И сказать о них женщина не находит, как и мужчина, кстати, тоже может не говорить об этом. Но тогда конфликты в семье начинаются по поводу денег. И самая первая точка, что денег становится как будто бы мало. Но на самом деле это не в этом вопрос и далеко не в этом. Если в этой семье дать достаточно еще денег больше, то через некоторое время вновь наступит этот момент, когда будет вновь потребность еще большем количестве денег. Деньги никогда не закроют эмоциональные дыры, никогда не закроют качество отношений. Сколько бы денег вам не дали, сколько бы в вашу жизнь их не пришло. Подписываюсь под каждое слово. Потому что у меня абсолютно аналогичные отношения. здесь не вопрос денег, а вопрос какой-то национальной удовлетворенности. Если, правда, спрашивают про денег, им нужно взглянуть на другие вещи. Что отсутствует? Что стали за этим? Я знаю одну женщину, которая одинокая, и она все время, каждый год делает в квартире ремонт. Вот каждый год она что-то переделывает. Ремонт прекрасно, все шикарно, но каждый год ей что-то хочется переделать, какую-то мебель купить, что-то обновить. Я подошел, говорю, слушай, может тебе замуж как-то выйти-то и все нормально будет. Как-то так, да. Ладно, реплика в эфир. Да, что-то скажешь, комментируйте, пожалуйста. я говорю, это тот случай, когда женщина заполняет какую-то пустоту вещами, совершенно не имеющими отношения к этой пустоте. Ну да, это такой замкнутый круг в семье заворачивается, когда есть определенные обиды у женщины на мужа, и вместо того, чтобы разрешать эту обиду, вместо того, чтобы злиться на него, она говорит, принеси больше денег, ты мало зарабатываешь, тем самым возвращая частично боль, и этот круг тогда начинает, то есть она возвращает злость, которая в ней есть, вызывая эту злость в мужчине. Он, в свою очередь, также не говорит об этом ей, идёт, пытается заработать больше. Ну, кто-то пытается заработать больше, кто-то другими способами обходится, наверное, и более печальными. И это не останавливается, так этот круг и продолжает. А обида не зачёркивается деньгами, не компенсируется. Или обида, или злость, или неудовлетворённость. Да, ну, или говорит, иди-ка ты куда подальше, и пошёл он в свою жизнь жить. Ладненько, реплика эфира от Владимира Змытища. Юлия и Анна, я тоже могу дать косметический совет. Супруга иногда жалуется на ломкость ногтей. И я обратил внимание, что когда делаешь дома ремонт, вот только я про ремонт сказал, да? И работаешь с цементным раствором или с плиточным клеем, в частности, в обрезиненных перчатках несколько часов, ногти значительно увеличиваются в длине. Вероятно, тут зарыто важное косметическое открытие. Вот. Сила ногтей в цементе. Супруга правда называет это открытие совершенно дурацким. Ну, я так сразу представляю. Дурацким может потому, что она решила сделать косметическую маску из цемента, может быть, поэтому. Представляю себе, как это бы выглядело в конце концов. Ну, что скажете красной девице? На самом деле, я, конечно, здорово, спасибо за шутку. Да, на самом деле, если ломкость ногтей, то это нужно обратить внимание на свое питание. И это точно вопрос не внешнего ухода, какими бы маслами замечательными не напитывали свои ногти, они не поменяются, если у вас несбалансированное питание, если вы не употребляете достаточное количество, например, тех же самых растительных, качественных, холодного отжима масла, всевозможных, льняное масло, номер один для женщин, чтобы восстановить баланс гормональный, витамины, например, который просто необходим женщине. Любые другие масла. Вообще, вот между прочим, про масла хочу сказать, потому что круг общения очень разный, очень много общаюсь, в том числе и женщинами, которые вегетарианки, которые сыроедят и исключают из своего рациона масла. Это как бы мое отношение, хотя я не являюсь диетологом, но только тоже перепробовала много на своем опыте и тоже общалась с качественными, интересными диетологами, это в корне неправильно, потому что женскому организму необходимо масливание. Это поддерживает работу ее гормональной системы, поэтому если проблема есть с ломкостью ногтей, первое, что рекомендую делать, это ввести в свой рацион как минимум ежедневно, например, льняное масло хорошее, ну, обязательно, то есть льняное масло, которое не рафинированное, которое, повторюсь, холодного отжима, наблюдается за собой, за своими волосами, и за своими ногтями, я думаю, что они придут в норму. Такой совет тоже проверен на себе, что называется, летом, когда начинается большое количество зелени, это тоже нужно сразу же просто переносить на свою тарелку, и еще идеально, если вы употребляете, например, зеленый коктейль, то здорово, в них добавляются возможные дикоросы, они просто мощнейшим образом работают на ваш организм, и никакие дополнительные витамиды вам точно не потребуются, достаточно будет того, что растет вокруг нас, на нашей земле. Хорошо, хорошо. Так, значит, когда я сказал там масло, ли, я так думаю, литр масла, мне так казалось, что немножко другого испугался немножко. Так, реплика в эфир из Ютуба от тети Степаниды. Женщина, колесо несбалансированное при правильной калибровке мужчиной. Как-то так написано, то есть, имеется в виду, если мужчина правильно калибрует, все будет сбалансировано. И дальше, еще у нас тут есть вопрос эфир от Олега из Иркутска. Здравия, уважаемая Юлия и Анна! На каких исследованиях, научных трудах чьем опыте основана ваша методика и график, выложенный в анонсе радио? Благодарю! Ну вот, да, то есть, какие методики и так далее. баланса. Ну, мы уже сказали вначале, что вообще сама методика принадлежит Полу Майеру, а на самом деле она потом уже, наверное, всевозможные интерпретации получила, и каждый, я думаю, даже психолог, он находит какие-то возможности, ресурсы, как с этой методикой работать. Да, да. Как вопрос, еще раз повторите, пожалуйста, на какой методике мы основываемся? Какие исследования, научные труды, чей опыт, на чем это всем основывается ваша методика? Я рассказываю, это основано на опыте применения в своей жизни и работы с клиентом за 10 лет, а методику эту я узнала 15 лет назад, когда обучалась в одном из направлений в психологическом подходе. То есть, на каких данных основана она, не могу вам сказать, но вот автор известен, вы можете прочитать. Я скорее делюсь тем, что используется и использую в работе с клиентами и вижу, как меняется их жизнь, и я использовала эту методику в своей жизни и применяю в определенный момент. Ну, а что касается меня, то у меня тоже мои привычки как бы носить такую классность, только те вещи, которые уже проработаны на себе лично и в работе с другими женщинами, ну, с моими ученицами, которые тоже имеют результаты. У меня вопрос. А вы анонс вообще видели, который у нас на радио выложен, картинку анонса, нет? Видели? Ну, память она, вот она есть, перед нами есть. Вот, я просто от себя нашел в интернете картинку, даже с вами не сговариваясь, еще не знаю, что вы будете рисовать, ее разместил. То есть, получается, угадал я, да? Да, но здесь сферы, сферы, вот здесь важно то, что мы вначале сказали о том, что важно наполнять и чертить те сферы, которые вы хотите в жизни, а не брать стандартные и думать от того, что вот тогда моя жизнь наполнится. Нет, мы опять же говорим, что нужно идти от себя и искать то, что вам интересно и чего вам не хватает, из-за чего вы грустите, из-за чего вы расстраиваетесь, из-за чего вам больно или тяжело, без вот какой сферы в вашей жизни вам как-то не очень, как-то интересно, не знаю, плохо живется, да, вот чего-то не хватает. Вот важно это найти и визуально внести на этот круг и работать с ним, наполняя по шагам, как вы можете ее изменить. В принципе, если ее начать менять, если с ней работать, то в течение полугода вы увидите хорошие результаты. Очень часто сейчас эта методика стала популярна в плане, то есть я ее узнала как в терапевтических, диагностических моментах, да, а сейчас она стала популярна в коучингах, то есть часто ее используют в коучингах. И не знаю, возможно, могу добавить сейчас по сфере, да, но немножечко о том, вот сфера семьи, как она трансформируется, хорошо, если вы внесете семья, для каждого тоже понятие будет свое и разные отношения, но здорово, если семья, например, если у вас есть живый папа и мама, и если есть братья и сестры, есть такая прародительская система, то здорово так называть родительская система или родительская семья, и ее выделить в отдельный сегмент и добавить в нее, ну, узнавать историю вашего рода, ну, и собирать фотографии, составлять гинограмму, узнавать, как жили, чем занимались ваши родители, как жили ваши бабушки и дедушки. Это такая сфера, которую, если вы начнете про нее узнавать, интересоваться, заботиться, она тоже даст очень много сил в жизни, да, и часто еще совмещают, то есть, ну, когда особенно много сфер, тогда семья выйдет в отдельную ячейку, а если у вас мало сфер, то можно такой, ну, немножечко хитрый ход применить, и, в принципе, он на самом деле хороший, чтобы у вас отношения с партнером, это был отдельный сегмент, дети, это был отдельный сегмент, да, ну, отдельная сфера, вот, и только если вы уже это соединяете, то семья, но ее расшифровать, что внутри, чтобы у вас не было такого смытия границ взаимодействия внутри вашей семейной системы, вот, это тоже очень помогает простраивать границы, понимание, где вы, где ваш партнер, где ваши дети, как вы живете, чего вы хотите, и что вы можете привнести сами, а о чем нужно разговаривать с вашим партнером, с вашими детьми, если они уже взрослые, ну, там, допустим, подростки, с которыми важно уже взаимодействовать. Понятно. Так, следующий вопрос от тети Степаниды. Расскажите про баню, но он не относится к теме, поэтому не знаю, будем ли мы сейчас про баню рассказывать, или перейдем к следующему вопросу от Евгении Макаровой. Уважаемые ведущие, как вы относитесь, дальше внимание, слово пытаюсь прочитать, Дор Дор Сан Валю. Я поняла, Алексей. Уже хорошо. Хоть кто-то есть, кто понимает, о чем я тут говорю. Так. Дор Сан Валь, это вот расшифрую для мужчин. Это такой косметический препарат, основанный на воздействии тока. Я, на самом деле, хорошо к нему отношусь, но как к дополнительному средству по уходу за своим лицом. Очень хорошо использую, допустим, если у вас проблемная кожа, потому что он очень хорошо подсушивает эту кожу, оздоравливает в этом смысле. И очень хорошо его можно использовать, например, раз в неделю, либо раз в два, две недели. И когда вы глубоко ухаживаете за кожей, когда у вас глубокая очистка, и вы наносите какую-то маску, на какую-то маску на свой личик, Дор Сан Валю помогает, скажем так, глубже проникнуть в компоненты маски вашей кожи. Но, и что касается Дор Сан Валя, вот этого вот косметического препарата, аппаратного, и что касается любых других массажеров, например, элементарных валиков, чего бы то ни было, вот это вот всё нужно помнить, что это дополнительный способ ухода за своей кожей. Самое главное это грамотное питание, это качественный сон, это достаточное количество воды, и это здоровое состояние мышечной системы. Собственно, вот если вот это вот у вас присутствует, то возрастные проявления, они будут очень-очень-очень далеки от вас. А я повторюсь, что внешнему уходу мы уделяем не больше 20%, и, собственно, он воздействует только на 20%. Поэтому к этому можно прибегать, но только, ну как бы так вот, газировано. Это один момент. И второй момент, то, с чего я начинала, я говорила о том, что наш организм, он очень ресурсный, и он в состоянии сам себя исцелять, сам себя восстанавливать, клетки самовосстанавливаются, и у нас постоянно обновляется. И такую возможность нашему организму нужно предоставлять. Нужно за ним ухаживать, но не заукаживать его. Очень часто бывает такая ситуация, я и наблюдаю нелегко, что женщины, которые, наоборот, чрезмерно за собой ухаживают, особенно приведают к всевозможным косметическим препаратам, они выглядят хуже, чем женщины, которые элементарно только увлажняют свою кожу, допустим, и наносят какой-то клемм. Это случается тоже потому, что наш организм, он начинает лениться, он перестает выполнять полноценно на все 100% вот эти вот самые все свои, опираться на свой ресурс, поэтому дайте такую возможность своему организму. Я всегда очень рекомендую всем своим ученицам, которые ко мне приходят, один день в неделю давать своей коже отдыхать от всего, от любых массажных техник, от любых масок, от любых кремов. Единственное, что достаточно в этот день для кожи сделать, это просто ее увлажнить водичкой, и все. Если ваша кожа не требует в этот день крема, то даже от крема откажитесь. Это, собственно, для организма. Для организма очень полезно один день разгрузочный устраивать в неделю. Точно такой же день разгрузочный сделайте по своей коже. Откажитесь от любых видов кухоликов. Ну и, собственно, все дарсонвали, все другие препараты тоже используйте либо курсами, либо там один раз в неделю, два раза в неделю не сдох. Ну ты видишь, один день хотя бы делаешь разгрузочный, другим советуешь. Я вот вообще много лет разгрузочный провожу, не пользуюсь кремом. А уж про декольте области вообще ни разу не пользовался, не знаю, что это такое. У тебя это все замечательно выглядит. Хорошо. Ну что ж, так я смотрю, вроде бы все вопросы мы задали и из Ютуба, и из нашего чата на Народном Славянском радио. И можем, наверное, переходить к теме заключительной, подводить итог нашей сегодняшней встречи. Вот много что здесь вы сказали, выслушали мнение наших радиослушателей, но только начал говорить. Сразу Елена-777 Надьте, вопрос подбрасывает. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, как женщине правильно говорить о своем муже? Партнер или муж или супруг? Потому что здесь Ингварди это написал, когда женщина начинает говорить партнер, мне хочется ее отправить в бизнес. Вот так вот. Так как все-таки женщине правильно говорить о своем муже? То есть не мужчине говорить ты мой партнер, а о своем мужчине с другими женщинами. Например, вот мой партнер Иван Иванович, мы с ним живем 10 лет бок о бок, так сказать, произвели в плане пятерых детишек или мой муж или мой супруг. Вот как думаете? По-хорошему разговоры о вашем муже, партнере, мужчине лучше сводить к минимуму и не рассказывать и выносить эту информацию группу женщин, с которыми вы общаетесь. А если рассказывать какие-то вещи, то здесь то, как вам это муж, это любимый, это мужчина, это те и в принципе партнер, возможно, но если брать правильно, то муж, мужчина, любимый. я тут совершенно согласна с данным. То есть официально не вносим в разговор, про партнера умалчиваем. Мы там не говорим, в каких областях он нам партнер, да, так? Понятно. Мы не говорим. Да, старее общаться на другие темы. Хорошо. Ладно, вопрос в эфир от Вингтора. Здравия ведущему Алексею и сказительницам Юлии и Анне. Прошу пояснить, как быть с одним из восьми элементов карьера, работа. Ежели женщина, семья, живет в сельской местности и трудов по хозяйству, дом, огород и так далее хватает слегкой. Благодарю за ответ. Ага, попались? Отвечайте. Вы это уже сказали, это является ее работой, а карьера это не самый главный элемент для женщины. Это мы говорили о том, что если женщина хочет этого и ставит перед собой, и без этого ей очень плохо, то она может ставить это. А работа у женщины, которая на селе, и у которой очень много действительно всего есть, то это и есть ее работа, и вообще весь уход по дому с детьми, это в том числе ее работа. это то, что она обращала уже несколько раз внимание, что то колесо, которое выложено в качестве анонса с теми сферами, прописанными, это далеко не то, на что нужно опираться именно вам. Для этой женщины точно эта сфера вряд ли будет вообще нужна ресурсам. Точно так же для каких-то женщин может быть сфера финансов, если у них все сбалансировано и мужчина является добычей, тоже не является сексуальности. Да, то есть здесь главный вопрос будет, насколько женщину устраивает и она довольна своей жизнью в том, что вот так она выбирает свою жизнь. И если она счастлива, ее это устраивает и она радуется этому, ей хорошо, то тогда нет, только еле здесь речи не идет и не надо ее вносить. То есть вот этот круг, это не то, как должно быть. Ваш круг, он у каждого будет свой. Тут важно скорее, сколько сфер у вас в жизни вообще проявлено. 1, 2, 3 с ужина либо у вас их там гармонично, допустим, 5, 8 и вам в них комфортно, вы эмоционально наполняетесь и действительно жизнью радуетесь, не устаете. Мне кажется, мужчина может сам повышать ее карьерный рост, то есть называть ее как-то, например, ранней весной грядка-создательница ты моя, потом грядка-рыхлительница, потом бригадир-грядок, потом ботвака-дергательница. И в конечном итоге дойти до какого-нибудь высокого статуса в конце экономиста, зав ресурсами сохранения урожая, что-то такое, то есть повысить, повысить, чтобы рост так наблюдался. Женщине будет приятно, что она от такого простого дошла до такого высокого уровня, что она теперь всем этим заведует и так далее. Ну, в шутливой, конечно, форма, но может быть. Дело не про уровень, не высокий уровень. Здесь не об этом речь. Если женщина будет получать признание, уважение и радость в довольные глаза своей семьи, и ее будут уважать, ценить и радоваться ей в этом, ей этого будет достаточно. Как раз таки о карьере это вообще еще одна отдельная тема, потому что это некое социальное стремление построить карьеру, и женщины очень рвутся в нее, думая, ну, идущие от страха мужчин и от страха потерять мужчин, на самом деле, в этой точке их и теряют. Ну, или там, ну, есть более другие глубокие. То есть карьера это такой, относительный нюанс, и он действительно будет важен не очень большому количеству женщин, но то, что женщине важно кроме семьи, там, в которой включен муж и дети, да, важно иметь что-то еще, а для нее уже это и огород, это и дом, это и хозяйство, которое, возможно, есть, это торговые продукты, которыми она, например, осуществляет. Это уже разнообразие, но важен вопрос, насколько ей это нравится, насколько ей в этом комфортно, насколько она делает это не ради других, а ради себя в том числе. Понятно, понятно. В общем, если все себя за столом радостно и чавкают то, что мама сделала, то у мамы радость, если все здоровые и крепкие, у мамы еще больше радость, а если уж и муж подходит игриво-то глазками, жонушка, то совсем все хорошо. Ну, ладно, вот с такими шутками-прибаутками все, вопросов больше не вижу, давайте подводить итог сегодняшней нашей встречи. Что можно в заключении рассказать про ту тему, которую мы затеяли, колесо баланса в жизни женщины и вот как-то так подвести итог сегодняшнего нашего выступления эфира? Ну, вот то, что тоже сегодня уже сказали не один раз, это то, что в это колесо очень хорошо в центр вписать «Я» и уже от себя, от своих потребностей, от своих желаний выстраивать свою жизнь, наполнять ее теми потребностями и теми возможностями, которыми хочется. То есть заглянуть как-то внутрь себя, послушать себя и дописать то, чего не достает. А может быть, даже убрать какие-то лишние части этого пирога, этого колеса, если они присутствуют и если они являются для женщины некомфортными. А любая женщина, она точно имеет такую возможность, она, если останется наедине с собой, но послушает себя, послушает свое тело, послушает свою душу, она сможет точно очень быстро и нарисовать это колесико и очень мягко, по-женски, неспешно, возможно, двигаться, формировать ту самую гармонию, которой хочется. Я бы хотела пожелать, чтобы наши слушатели, они начали заботиться о качестве сфер и вообще о том, сколько сфер жизни у них представлено, чтобы были к этому внимательно и иногда останавливались в суете, в большой суете наших дел и смотрели, а есть ли у меня друзья, есть ли у меня общение, а какое оно, есть ли у меня семья и что в моей семье происходит, есть ли у меня дети или нет у меня дети и почему и что у меня здесь происходит. То есть просто останавливались и замечали, как та или иная сфера присутствует в вашей жизни и, возможно, какая-то сфера стала отнимать много сил и точно можно какие-то отношения завершить, а чего-то не хватает и пора внести в эту жизнь. И я просто хочу о том, чтобы вы это внимание свое стали уделять своей жизни и об этом заботиться. Тогда на самом деле очень много заботы и поддержки придет из жизни. вместо того, чтобы ждать, что кто-то это поменяет и в какой-то момент, как будто с понедельника и с следующего года станет легче жить или как-то интереснее. А позаботились о том, чтобы уже сейчас, через месяц, вам стало самим легче и интереснее и внесли это в свою жизнь. Возможность данной методики, а может быть, даже уже позадавав эти вопросы себе и ответив на них честно. Благодарю. Благодарю. Хорошие, добрые слова. Здесь тоже благодарственные появляются записи. Благодарю за практичный, интерактивный, интересный, информативный эфир. Написал Данил всего доброго, всех благ. Солнце, благодарю за интересный, практичный эфир. И так далее. Благодарю за эфир всех. Было весело, интересно. И так далее. В общем, хорошие отзывы. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 15 февраля 2017 года среда, по одному из старинных 26-й день месяца в юг и служить 7525 лета шестица. Колесо баланса жизни женщины такова тема сегодняшнего нашего живого эфира была. Авторы, сказительницы Юлия Ковалева и Анна Акчурина. Благодарю вас за активное участие, за то, что рассказали много чего интересного. Благодарю всех наших радиослушателей, кто в ютубовском чате и в чате Народного славянского радио писал вопросы и делился своими мыслями и репликами. На сим, наверное, мне стоит с вами попрощаться, пожелать вам всего самого-самого доброго. До новых встреч, друзья мои. Быть добру. Услышимся. Всего хорошего. До свидания. Народное славянское радио для пытливых умов